Мотоцикл Минск продолжаем его ремонтировать доводить до ума короче проблема с коробкой передач когда едешь, рывки особенно это на второй передаче на первой, третьей, четвертой вроде и нету такого поэтому сцепление я думаю это не оно а вот на второй рывки такие ну сейчас приедем, я вам покажу как это звучит и будем его сразу разбирать на первой передаче вообще все нормально Газу даю Ровно разгоняется Никаких проблем Включаю вторую Вторая передача Даю газу Слушайте движок Ну я думаю слышно было Вот эти рывки такие И мотоцикл теркает Вот это вот и есть Проскакивание передач Эта скорость сама Выключается и включается Выключается и включается А ну вот еще раз Никаких проблем Вторая Третья передача тоже без проблем Он даже прет отлично Иглу поднял Сейчас вообще валит Так разбираем коробку передач По нормальному чтобы ее разобрать Нужно снять сцепление Потому что сами шестерни коробки На валу сцепления находятся Сразу сливаю масло Вот здесь вот пробочка Я смотрю там Там того масла и нету Открутил крышку и масло Он быстрее побежало Значит герметичный двигатель Нужно пробку откручивать Для слива масла Так и снова мы сталкиваемся с тем Что не снимается крышка Потому что упирается в ножку Это значит или двигатель откручивать Или срезать вот это ушко Оно здесь вообще ненужное Теперь снимаем крышку Уже видно Диски сцепления нового образца Их меньше Но оно нормально работало Я же ездил Вот это вот все масло Что слилось Специальный инструмент У меня вот такой крючок Вот ем-то и буду снимать Нужно пружинки дергать И поворачивать Ну как дергать Тянуть И поворачивать Вот так раз 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 здесь диски нового образца стоят у меня есть комплект таких новых неплохие мне нравятся ну как играется после поездил на мотоке все не пробуксовывают интересно что-то выпало не понял какая-то деталь ухты поломанная корзина кусок выпал вот еще придется ладно у меня там запасная есть донора вот куска не хватает видите что-то его выломала это толстый диск самый толстым такой миллиметра 2 толщиной в самом низу стоит упорный здесь мы уже знаем левая резьба поэтому откручивать надо правую сторону я вековер там поэтому легко откручивать сломал как-то что-то треснула чугунная может на воде так пружины растянуты одна немножко две две пружины немножко растянуты но ничего страшного так а эту гайку откручиваем по против часовой стрелки как обычно еще такой вот съемники с маленький попробуем снял и сразу мы видим корзина заклепанная самоделка кто-то переклёпал ремонтировал вот меняли харповичок здесь посмотрим на его состояние ну да харповичок новый видно он там следы болгарки а храповик в отличном состоянии он там нету ни сколов ничего не забоен шикарный он вот ножка когда возвращается вверх типа мы его так завели а потом ножка обратно вверх поднимается и вот такой звук заводная лапка но не без прикола ну чё ж делали делали не доделали до корзину отремонтировали а чушь заводной венец не отремонтировали так шайба какая-то смотрите что здесь о сбитые зубья я думаю чем в конце только заводит вот придется теперь еще и заводной венец менять нау вот такое слизала его отбивала зубцы а как говорят вот вроде бы как вот эти хуже сателлиты они набивают себе пазы вот видите их меньше они себе набивают от дырки бьют корзину вот она надолбала видите как надолбала как его подтачивать или корзину же менять не буду может надо было каленая вот это делать вот тут краю закалить здесь вот кстати звезду вроде бы меняли она он каленая по краю вот идет закалка высоким током ну вот она в одну сторону нормальная в другую побила вот это вот этой стороны все теперь нужно разбирать с той стороны открутить крышечку и там коробка передач посмотрим что не так с ней 100 у меня классный на колесах поэтому вот так вот хопа и крутится моток удобно и вот она наша коробочка передач под вот этой крышечкой чик ее можно открутить просто болты прям со звездой уцеп провисла надо подтягивать а то спадет поломается звездочка уже доезжает свое вынимаем штырь это штырь выжима сцепления и откручиваем гаечку не знаю какую сторону хоть бы резьбу не порвать то вроде же против часовой они по часовой чуть-чуть резьбу не попортил по часовой стрелке откручивается так вот . мотоцикл кстати продавался как мотоцикл в идеале о болты откручены снял крышку вот она наша коробочка передач сейчас полностью вытащим нужно открутить вот эти болтики вот на вилочке вот эта вилочка переключения вот 12 вилочку можно вытащить она вот вынимается мы с той стороны ножки открутили поэтому ее можно вот так вытащить вот не слизаная не сбитая вилочка в отличном состоянии так теперь вот три болтика откручиваем вот они раз два три сразу смотрим на нейтралку флажок отломанный он там видите такой контакт сверху и там вот поворотный контактик его нет он отломан то есть тоже как бы не очень хорошо болтики от руки откручиваются вот здесь вот отломанный контакт на нейтралку он должен так торчать такой контактик так смотрим люфты есть так в принципе не сильно на убитая можно будет подклепать да вот здесь вот немного взять то нормально все это нормально так сами переключателя вот здесь ступеньки они нормальные вынимаю коробку передач вилочки выпадают вот она коробка передач вот вилочки посмотрим сразу вилочки без износа не с износом тут это вот стоило уже заменить она такая себе подтертая вот здесь вот зубья они такие ну чуть-чуть подбитый уже зацепчик они кстати под конусом вот так чуть-чуть сделано эти зацепчики этот конус сбивается и в итоге получается вот это вот 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 как побитый зубчик один и вот как побитый второй видите о не получается вот так вот она зацепляется шестерня доходит не до конца как-то вот так и на ходу бум-бум так тупо бух так и едем-едем-едем бух кстати так перфоратор работает не перфоратора гайковерт гайковерт вот так вот ударно работает да и вот она сбивается и скоростя не держится как это лечится сейчас возьмем болгаркой по затачиваем зубчики вот эти шестерни нужно заточить видите как сильно сбитый угол это снимается вот здесь вот ну очень сбитый я думаю надо наверно сваркой здесь капнуть ну наварить угол обратно а затем заточить вровень с вот этой плоскостью чтобы не не переточить зубе потому что они должны быть заточены на одинаковую глубину ну то есть если здесь вот столько снять то и на втором зубе нужно столько же снять я решил чуть-чуть понаваривать ибо они будут как заводские но посмотрим получится наварить или нет никто еще такого не делал я не видел единственное пакистанцы там варят зубе так снимаем стопорные кольца сажал в тиски иначе не снять по нормальному но так отжать о и все и но он снимается о точно читая сразу не задумался и дальше вот так хоп по кругу сжимать пошло вот так и снимается кольцо это что-то никто не показывал вот она не разогнутая все с ним порядке дальше еще одно колечко вот такое все вот это шестерня сейчас мы уголки наварим и переточим вон она как забито так варить буду сварочным полуавтоматом в тиски зажму и понавариваю уголки помыл шестерню обезжирил так вот этот последний вообще получился лучше всего вот видите как теперь сейчас его болгарочкой подшлифую аккуратненько посмотрим так вот у меня получилось вот под натяжку в разных положениях упираются все зубчики о ну и забоин нету и поравнялся и немножко вот так вот угол посмотрим как она ездить будет собираем обратно чтобы показать где какая шестерня ну какая же стране за какую скорость отвечает это собрал в крышечке стенд можно сказать вот это у нас сцепление двигатель двигатель крутит коробку передач а вот это вот на звезду выход и смотрите как получается вот если в таком положении то это нейтралка он двигатель крутится мы никуда не едем вот вот это видите никуда не крутится вал этот теперь первая скорость двигатель должен крутиться быстро а вот это вот очень медленно значит для этого нужно включить вот эту шестерню вот значит включаем вот она вошла в зацепы с этой вот вот это вот две шестерни первой передачи клац если первую выбивает то менять вот этот не проточишь они не снимаются надо или как она а я хомутиком привязывал но видите там вот такие пазы им уже ничего не сделаешь если там от разобьет то только замена шестерни первой передач у меня вот на синем минске придется менять значит включаем вот теперь вот это вот маленькая она с валом за одну монолит значит от этой передается вращение сюда отсюда это она свободно вращается вот на валу она с валом не связано вот это отсюда передается на вот эту а вот вот это и вот шлицы внутренние есть они на вал передают вращение то есть отсюда передается на свободно вращающаяся эту это зацепляется с вот этой а это в зацепление с валом наш на шлицах на внутренних и получается вот такое вот вращение значит его получается отсюда сюда отсюда навал а на валу вот это вот заодно с валом монолит то есть вот такое вращение ну так прошло прошло на вал ушло С вала вышло на эту шестерню А отсюда на Звезду Вот здесь вот звезда Вот это вот первая передача Вот так работает Выключились, клац, нейтралка Теперь шестерни второй передачи Как они работают Вот эта шестерня подвигается Подвигается вот сюда Клац И начинает опять вращать же вал Через вот эту вот шестерню Вот эта шестерня выходит из зацепления Но с этой не зацеплена Ну это в принципе свободного вращения Честно говоря И вот получается вот так Вот эта шестерня С вала С вот этого вала берет вращение изнутри Наружу И снаружи передает на эту Это свободного вращения Она с валом не связана Значит вот С вала изнутри Выходит на верх вот этой шестерни Сверху передается на вот эту А с этой Передается на вот эту Которая связана опять же с валом Вот этим И опять вот проходит внутрь И через вал Сюда И на выход на звезду Вот Вот это вот вторая скорость И я уже вижу проблему Вот почему вторую разбила Видите вот Как-то не до конца Оно Стыкуется Здесь вот стопорные кольца Вот там Вот стопорные кольца И они какие-то Как-то неправильно сделаны Не до конца Но он доходит Но ничего Более-менее нормально Пойдет Я подправлю Если что Вот так вот работает вторая Давайте еще раз Двигатель крутит вал Значит включается Вторая передача Вот вращаем Клац Вот это вот съезжает сюда Из вала через шлицы Вращение переходит наружу На вот эту шестерню Снаружи с этой Через зацепы на эту С этой На вот эту шестерню переходит Это изнутри Через шлицы на вал А вал соединен с вот этой А эта выходит на звезду И вот вам Вторая скорость И выходит За зацепление Второй скорости Отвечает Вот Вот эти две шестерни Если выбивает вторую То разбитый Вот здесь вот Вот эта вот Вторая Вот раз Два Все остальные Просто проходные Можете их во внимание не брать Если третью скорость Мы включаем Что происходит Вот опять нейтралка Ну я вот нейтралки Люблю показывать Смотрите Нейтралка Вот в зацеплении Вот сейчас у нас Две центральные Видите Они с валами Эта с валом Зацеплена Но она вращает Эту Вот Такой механизм Вот Выходит С двигателя По валу Проходит Выходит На вот эту шестерню С этой На эту И мы включаем Третью скорость Вот таким путем Вот так Клац Клац И получается У нас Вращение Проходит Следующим образом С вала На вот эту шестерню С этой шестерни Сюда И через вот Зацепчики Через зубчики Через вот это Уходит На вал А вал Вот совмещен Со звездой Вот она Выходит сюда Сюда И на звезду То есть Если выбивает Третья скорость То виноваты Вот это И вот эта Шестерня Вот эти вот Зацепчики Виноваты Значит Первая Вот эти Виноваты Зацепчики Вторая Вот эти Виноваты Зацепчики Третья Вот эти Ну А четвертая У нас Прямая Значит Как она работает Вот опять С нейтралочки Значит А четвертая Это у нас Прямая Вот Значит С вала проходит вращение через вал на вот это вот. Она с валом соединена. И она просто задвигается вот сюда. Клац. И все. И у вас звезда крутится напрямую через вал. Ну, вот эти они сами по себе вращаются. Но то так оно ничего не дает. Вот мы и выяснили, какие шестерни за какие скоростя отвечают. Значит, вот эти зубчики два. Внутри шестерни вот этот. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Теперь вы знаете, какие шестерни вам придется заменить в случае их выбивания. Да, там, выскакивания. Все. Ну, а теперь будем собирать коробку. В принципе, разобрался. Не знаю, там шайбы какие-то регулировочные бывают ставят. Ну, посмотрим. Можно сейчас какие-то шайбы поставим. Посмотрим, что из этого получится. Полазил у себя в сусеках. Смотрите, еще нашел кучу себе запчастей на Минск. Ну, с металлоломом много чего. Вот с металлолома карбюратор. К-63. Попробуем его на Минск установить. Интересно будет. Так, вот еще новые. Это я покупал на красной диске сцепления. Коробки передач с металлоломом. Это, похоже, не Минская. Кому надо, короче. Надо будет на продажу выложить. Не знаю. Напишите, кто знает, от чего это. Это у вас Ходовской, наверное. И подходит ли оно на Минск. Звезда или подходит. Может, храповик, может, шестерни. А вот коммутатор абсолютно новый. Еще один у меня есть. Значит, один новый я поставил сюда. Один это у меня с синего Минска. Это с Карпат. Ну, с этого, с Мини Мокика. Его буду реставрировать. Это новый на Мини Мокике я покупал. Абсолютно новый, шестивольтовый лежит. Про запас. А здесь вот написано 6 вольт. А здесь вот 12. А это вот посылочка от подписчика. Ну, только распечатал. Это Юрий Николаевич прислал мне. Вот такой вот. Кто такой и видел. Абсолютно новый. В подарок подписчик прислал. 252. Ой, я даже не знаю, на сколько вольт. 252. Это 262. Ну, это Минский, да. А, ну да. 252. И это 252. О, это 6 вольтовый. 252. Так это тоже, наверное, 6 вольтовый. Но, самое интересное, это вот. Он залитый каким-то, какой-то эпоксидкой. Абсолютно новый. И производство ТМ-МП. Так, а на сколько шум вольт? 262. Это 12 вольтовый. 262, 12. А 252, это 6 вольтовый. Вот, 252. Да, это 6 вольтовый. Это на Карпаты, на мини-мокик. Вот мы его будем собирать, там мы испытаем. Да? Или вон на Красный Минск, кстати. Его там тоже надо... О, а, точно. Вот как раз два новых коммутатора. На Красный Минск, он 6 вольтовый. И на мини-ригу. Вот, два новых коммутатора. Шикарно. Так что, Юрий Николаевич угадал с подарком. Шикарная вещь. Пригодится. Благодарю. Очень в тему. А я здесь в сусеках порылся. Вот, во-первых, нашел творчество. Я Минск купил. Вот тут красный. И там было вот такое вот внутри. Вот такие вот диски. И один из них был вот такой. Ну, и тогда еще не было других Минсков. Я купил новый комплект сцепления. Вот он. Новый комплект. И даже промежуточные вот эти все новые купил. Поэтому у меня в сусеках все было. Вообще, я искал вот эту штуку с датчиком. Но нету. Не буду тут датчик восстанавливать. Он что-то у всех ломается. Не знаю. А зато нашел вот заводной венец. Сейчас я его собью. Стяну его. И переставлю на тот вал, который был. А то тут зубчики не очень. Это с металлолома запчасти. О, как раз в тему. Вот у меня какой был. И какой будет. В идеальном состоянии. Сейчас я его отписка струю и установим. Песка струил. Вот он чистенький. Вот даже крышка есть. Со старого Минска какого-то. Сейчас я таких не видел крышек. Так. Венец выбью. И переодену на этот вал. У этого вала зубья лучше. Так. Посмотрим. Он легко вынимается. Все. Никаких проблем. Металлоломный вал. Набиваем вал. Ну да. Оно вот так вот. Это же прорезь под пружину. Вот так. Это все равно легко заходит. Ничего страшного. Так. Сразу пружина. Не помню в какую сторону. Вот так пружина. Ну и крышку установлю. Была. Поставлю сейчас. Ну почищу чуть-чуть. И вот так установлю еще крышку. Так. Ну вот. Так пружина. Будет тянуть ножку обратно на подъем. Пружину тоже с металлолом установил. И крышечку вот эту вот поставлю. Она вот так была. У. Так. Все. Вот так и будет. Все. Венец. Отремонтировал. С помощью металлолома. Как он. Ух. Как новый вообще. Шикарно. Как там она вот так. Опа. И вот так. Опа. Там какие-то шайбы еще должны быть. Но мы сейчас посмотрим. Нужны ли они там. Как-то без шайб заберем. О. О. Вот это пока можно снять. Так. Есть. Палочку вот эту вот. С вилочкой. Ну вилочку нужно одеть. Куда там она одевается. Сейчас надел нижнюю вилочку. Он на шестерню. И вот эта вилочка. У нее усики длиннее. Но они отличаются между собой. Она вон больше повреждена. Вилочки продаются парой. Надо будет заменить. При следующих ремонтах. Не забыть. Так. Это вот сюда. Вот так. Так. Ну и кулиса. Я заметил повреждение. Вот. Такое. Видите. Вот точечка повреждения. С этой стороны нет. А с этой есть. Сейчас я посмотрю. Металлоломная кулиса. Может они лучше. Вот металлоломная. Вот. Повреждение на моей. Которое было. И вот здесь. Это лучше. Вот на ржавой кулисе. Вообще все в идеале. Сейчас ее попробую очистить. Может быть ее и установим. Разработал. Она была заржавевшая здесь. Ну и очистил. Ну и состояние. Вот. Верхняя. Видите. Линия. Так. Вот. Это то, что было. Вон его что-то как-то раздолбало. А это то, что с металлолома лежал там полуразобратый движок. В идеальном состоянии. Незадолбанное ничего. И даже люфт минимальный. Я уже смазал. Вот вам металлолом. Вот так. И вот так. Здесь правда нету. На нейтралку датчика. Ну и там тоже он сломан. Поэтому. Разницы не будет. Хорошая трещотка. Отверткой закручу. О. Отлично. Я вот купил набор шайб регулировочных. Я правда не знаю куда их вложить. Вот такие. Вот это для регулировки коробки передач. Ну мы пока так. Соберем. Покатаемся. Сейчас я просто крышку прикручу. Посмотрим как она переключается. Все. Прикрутил крышку. Скоростя включаются. Все крутится. Раскрутится. Короче. Прикрутится. Притрется. Смажется. Будет хорошо. С левой резьбы. Штырь вылазит. Там уже и шарик наверное выпал. Ладно. Сейчас. Все. Звездочку зажал. Сейчас. Шайбу заклепаю. Вот так вот разворачивается мотоцикл. Опа. Так. Забираем сцепление. И поедем кататься. Ставим заводную ножку. Она вот так вот вставляется пружинка вот здесь. Опа. И наворачивается. Нужно вот так навернуть. Один-два круга. Так. Один. Ох ты. Так. Еще один кружочек. О. Вот так. Два круга. Раз. И все. И вот так установлены вал заводной ножки. Из поломанной корзинки шестерни надо повыкручивать целые пружинки. Но которые внизу так не нажимаются. То они не растянутые. А вот здесь вот уже много растянутых. Ну заменить растянутые. Она хорошая. Можно устанавливать. Жина она вот так вниз пружинит. Надо ее заменить. Заменить. Выкручивается. Это тоже. Ну и повкручиваю вот. Вот этой шестерни. Надо так пружины выкрутить. Чтобы они на одной высоте были. Вот здесь вот. Они тут здесь по-разному. Здесь вот ничего страшного. По-разному. А вот здесь вот должны быть все одинаково выкручены. Так, готово. Ну, там плюс, минус. Там может где-то миллиметр несовпадения. Вот их настроил пружинки вот так. Все. По штангу или вот так отмерил. Все на одну высоту. А вот эти зубчики образовавшиеся на корзине выбиты. Сейчас болгаркой подровняю. Снял зубья. Видите, как ровненькая теперь. Нету зазубрин. Вот это получше будет. О, ставим шайбу. Втулочку. Корзину со звездочкой и цепью. Одновременно от шпонки нужно обязательно попасть на шпонку здесь. Вот. Так, все. Шпонку попал. Корзину одел. Теперь шестерню. Контрящую шайбу. Гайку с левой резьбой. Гровер. Гровер. Не знаю, был он здесь или нет. Но у меня здесь был. Установлю. И гайка эта с обычной резьбой. С правой. Что-то у меня корзина зажалась. Ух ты. Значит, проблема с упорной втулкой. Вот это да. Да, зажала корзину. Надо снимать обратно. Я выясняю, что пружины. Вот они немножко выступают. Достают до вот этой вот слишком толстой втулки. То есть, китайский какой-то ремкомплект был. Храповичок меняли. И теперь слишком толстая вот эта штука. И когда закручиваю, зажимает корзину. Значит, я сейчас в рабочее положение пружины обратно выкручу на полоборота. И срежу их, подточу. Ну, это самый простой вариант. Вот, вот так получилось. О, вот оно сейчас шевелится. Отлично так. Шайбочку. Устанавливаем сцепление. Сначала самый толстый диск вкладывается. Затем фрикционный. Обычный. Фрикцион. Обычный. Фрикцион. Так, и перед этим... А, вот так и поломали корзину. Кстати, шайбу надо отжать. Когда отжимали шайбу, поломали корзину. Поэтому нужно быть внимательным. Вот этот венец шестерня чугунная. И если вот так отжимать шайбу, то можно погнуть. Надо тоже каким-то приспособлением это делать. Сломали, когда отъебали вот эту вот шайбочку. Вот так вот упирались отверткой и погнули. Попробую пассатижами эту шайбочку отжать. О, получается. Поэтому вот, видите. Сейчас я покажу вам. Вон, это фиксирующая, блокирующая шайбочка. Вот она внутри. Я ее пассатижами загнул. Готово. Ну, а затем крышка. Кстати, крышка вон качество, наверное, тоже китайская. Поверхность какая. Так, и после того, как корзина собрана, разбираем ее снова и вставляем шарик. И вот этот упорчик. Ну, как всегда, забыл. Так вот, маленький шарик, он должен быть вот здесь. Опа. И упорчик. Он должен быть вот здесь. Крышку я чуть сполоснул. Прокладка старая. Надеюсь, не будет течь. Потом посмотрим. Если что, потом заменим. Не проблема. Все, ножка отрезана. Теперь можно свободно крышку снимать. Надо вот этот люфт убрать. Вот. Осевой люфт. Это с той стороны поджать. Вот, болтик его надо поджать. И гайкой зафиксировать. Осталось только масло. Залите крышку. Сцепление. Зажигание. А, зажигание хотел еще настроить, но тут отдельно. Так, заливаем. Масло здесь 800 грамм. 0,8 литра. 5 литр. Ну, вот у меня как раз почти литр. Бутылка есть. Хадовская. 75В90 для коробок передач. Супер классное масло. Хоть бы сцепление не буксовало. Ну, ладно. Пойдет. Заливаем. В общем, все масло заливаем. Щуп есть. Пощупал. Пощупаем. Такое, вроде, пол мотора налило. Ну, вот, по столько. Не знаю, ну, по документам же 0,8 литра. Ну, вот и налил 0,8. Так, ну, результат работает. Сейчас проверим, прокатимся. Так, включаем. Краник открываем. До сих пор не выяснил, где же там резерв. Так. Ну, проедем. Так, сцепление. Первая скорость. О! Не, не включил, наверное. Не, никуда не едем. А че? Нету... Нету скоростей. Алис цепуха не отжимается. Не понял. Так, ну, я думаю, вот здесь вот в регулировке проблема. О, что она тут болтается? Вот, пустил. Интересно. Короче, не знаю, с чем это связано. Завел. Проехался, ведет сцепление. Ручкой дрын-дрын-дрын продергал. И вышел винт. Пришлось попускать винт. Вот этот. И появилось сцепление. Не знаю даже, что это такое было. Может, диск какой-то в зацеп не попал. Странно. Короче, подергал. Туда-сюда. И сцепление сейчас легенькое стало такое. Не знаю, что там произошло вообще. Ну, потом выясним. Сейчас пока вроде работает. Так, смотрите. Включаем первую скорость. Ну, все, поехали. Блин, легкое теперь сцепление такое. Так, первая есть. А вторую проверить надо выезжать со двора. Вот, первая есть. Вторая есть. И не выбивает она нормально. Третья есть. А четвертой нету. Короче, будем еще раз разбирать коробку передач. Нету четвертой скорости. Короче, с коробкой передач все классно. Первая есть. Вторая. Не выбивает вторая. Вот, я сейчас на второй еду. И ее не выбивает. Нет, нет ни рюков, ни дерганий. О, выбило. Короче, ну, единственная проблема. Вот, вторая. Нет четвертой скорости. Вообще. Не включается. Короче, будем еще раз коробку передачу разбирать. Так. Редактор субтитров. По такому туннелю классно мы едем, такая стена зеленая. Короче, заехал, по шею трава, а раньше здесь дорога была, не могу проехать, цепляется, ноги за траву цепляются, болото какое-то. Какие-то кабаны дикие, наверное, бегали здесь. Вот это да. Сюда, по-первых, здесь раньше землю брали, а вон болото. Короче, буду, наверное, обратно выезжать. Вот это трава по пояс, я здесь на легковой машине ездил, лимой. Вот это здесь заросло все, лимон уже не туда поехал. Зацените, мужик, какой заяц огромный побежал. Не видно сейчас, что я надпулю. Он такой размером с собаку. Все, доехал, вернулся обратно. Короче, сериал Минск продолжается. Закончится он тем, что я его или сожгу, или отремонтирую. Или продам, не знаю. О, колено перегрелось. Вон, какое оно стало, покатался. Сейчас заезжаем и заново разбираем все. Масло нигде не течет, все сухо, чисто и хорошо. Значит, с прокладками, с маслом все хорошо. Буксует сцепление рывками. Так, ву-ву-ву. Ну, на четвертой на весь газ, когда едешь. Так-то на других передачах нормально все. Вторую включить невозможно. Вторую щелкаешь вверх-вниз, вверх-вниз, туда-сюда. Ну, раз из десятого попадешь, проедешь 10 метров на второе. Потом ее выбивает. В общем, надо серьезно подойти к ремонту коробки. Разобрать все. Разобраться четко, куда там, как включается. Это уже не с шестернями, а с кулисами проблема. Вторая-то, если включится, ее рывками не выбивает. Просто, я так думаю, не попадает кулиса. Не в том месте пропил на кулисе, и получается, вторая где-то не там. Ну, это мы все сделаем, я думаю. А если не сделаем, я его бензином сам лично оболью и сожгу. И классный видос будет. Поэтому подписывайтесь на канал. Не пропустите следующее видео о ремонте этого чудо-аппарата. На этом все. Всем пока. До новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова